Здравствуйте! Вот и наступила настоящая пора кабачков. Даже дома у нас начались кабачки, поэтому я сегодня приготовила рецепт из кабачка. Очень вкусный, очень быстро готовится, красиво смотрится. На этой тарелке один кабачок, но два блюда из него. Как я готовила? А вы смотрите видео. Ну что, у нас первенец вот такой на огороде вырос вот такой кабачок. Эта форма вот такая кругленькая, можно меньше диаметр брать, не допускать до такого размера и можно прямо фаршировать. И сегодня я приготовлю блюдо с кабачка. Что я сейчас сделаю? Хвостик. Он такой молодюсенький. Только-только вот его сорвала с грядки. В сырный панировок. И сегодня я хочу в очень сырной панировке сделать. То это очень большие кружки, правда? Значит, я разрежу вот так вот на 4 части. Мякоть еще молоденькая. Смотрите, видите, какие семечки. Значит, я не буду вырезать. И толщиной где-то до сантиметра. Если у вас мякоть старая, конечно же, надо убирать. Но если мякоть старая, тогда и не получится у вас это блюдо, потому что вы не будете делать вот такую маленькую часть панировать в сыре. Вот так все. Сейчас я в миску соль и на час оставляю. Знаете, я вот с этого кабачка приготовлю два блюда. Это просто обжарю на сковородке, потом с майонезом и чесноком. А вот такие вот язычки, вот половину этого кабачка разрежу. 7 миллиметров толщина. Вот такие вот языки сделаю в сырной панировке. Смотрите, постояли и смотрите, сколько жидкости. Видите, это кабачки отдали свой сок. У меня соль, я посолила просто-напросто соль адыгейской со специями. У меня получаются вот такие кусочки. Одну половину я порезала. А эти будут вот такие вот, как отбивные прямо получаются. И смотрите, какие мягенькие стали. Видите, то они такие были стоячие, сейчас мягенькие. Приготовим сырный кляр. Для этого я возьму, вот у меня здесь кусочек был, 200 граммов, 100 граммов твердого сыра. Кто-то мне писал, мы не можем позволить себе там польский сыр. Берите, какой хотите. Если вы не можете позволить себе вообще сыр, можете взять просто сырный продукт. Хотя я этого не рекомендую. На мелкую терку сейчас я вот быстренько тру 100 граммов сыра. Так, не солить, не перчить я ничего не буду, потому что сыр уже имеет вкус. И я буду добавлять сегодня майонез, тоже имеет вкус. Два яйца, то что касается специй, там черного молотого перца, как хотите. Хотите добавляйте, хотите нет. Можете добавить в муку, когда будем панировать. И сейчас вот, смотрите, одна ложка, пока месь пару столовых ложек майонеза. У меня здесь, наверное, еще одна ложечка осталась. Сейчас это все перемешиваю в однородную маку. Вот так постепенно, постепенно в яйца, вот видите, добавляя сыр. Вот, я подбираю ложечкой по чуть-чуть, чтобы не было комочков. До однородности, что вы видите, у меня вот еще белок, видно, отделяется от желтка, это не годится. Все должно быть однородным. Можете вилочкой, как хотите. Вот я перемешиваю. Видите, какая структура получается. И не жидкая. Вот я одну ложку, все-таки третью ложку майонеза я сюда добавлю. Ну, осталось, а ни туда, ни сюда в этом пакете уже прямо выброшу. Муки добавлять не надо сюда. Этот кляр без муки. Все. Теперь я беру, насыпаю муку. Муку можете брать пшеничную, можете брать кукурузную, можете пополам. Сегодня использую пшеничную. В эту муку добавлю чуть-чуть паприки. Так вот, немножко. И попробуйте кабачок на вкус, по соли. Ммм, нормально, у меня все хорошо. Это к тому, что солить или не солить муку. От сковородку растительного масла, где-то в общей сложности 7 мм от дна, не фритюр это. Сразу беру кабачок, вот так в муку. Хорошенечко все лишнее сбрасываю. Лишняя мука не нужна. И отправляю вот сюда. Сразу можете пару штучек делать. И вторую отправляю сюда. И пойдемте к плите. Так, я думаю, что уже прогрелась. Беру вот это лишнее все, чтобы так сыр немножечко сбежал. Не надо его сильно много. И выкладываю. Вот так вот, видите, прямо я. А здесь, где есть у нас пространство, я просто панирую треугольнички в муке и выкладываю их сюда. Вот так. Вижу, что уже подрумянивается. И давайте вот так вот переворачивать. Я же говорю, что это просто получается. Я огонь чуть-чуть убрала, но сейчас добавлю, когда переворачиваю. Ой, извините. Получается просто как куриные отбивные. Все, не буду задерживать вас. Обжариваю все кабачки и складываю на тарелку с бумажным полотенцем. Сегодня я блюдо готовлю и кабачки свои, и чеснок уже свой. Смотрите, какой хороший чеснок, потому что вы знаете, что кабачки любят чеснок. Вы можете через чесночницу, вот майонез можете размазывать, можете так вот капочками. Я просто сейчас возьму пару зубочков, мелко измельчу и посыплю вот эти кабачки. И потом дополню еще помидорами, потому что помидоры тоже кабачок, помидор, чеснок, майонез. Это то, что нужно. Теперь помидоры черри или просто помидоры обычные. Можно разрезать на пластинки, а можно разрезать просто вот так на части. Вот так. Если маленький помидор, то просто ставите на каждый кусочек маленький помидор. Или же разрезаете на пластинки и на каждый кабачок так вот в одну сторону пластинку помидора. Выкладываю. Все, и теперь у меня есть и петрушка, и укроп, и кинза. Поэтому я чуть-чуть вот такими маленькими, это просто уже как, знаете, как украшение. Вот украшаю. Ну что, вот и готово все наше вот такое прекрасное блюдо. Вот две тарелки на две стороны стола. И красота, вкуснота и необычность. И чуть-чуть сейчас вот так перца черного молотого сверху. Хотите, сделайте еще тонкий рисунок по этим отбивными с кабачка. Это уже как вы хотите. Вот такое блюдо мы приготовили. Сейчас с вами обязательно его попробуем. Знаете, вот мне кажется, что как вареников очень мало людей, которые не любят, так точно и блюдо из кабачка. Ну, простой обжаренный кабачок с чесночком и с помидорчиком, это вы знаете. Я хочу сейчас вам показать на разрезе, какой же на вкус вот этот вот кабачок в сырном, чисто сырном кляре. Или даже сказать, отбивная из кабачка. Тоже, возможно, вполне. Ну, давайте вот этот первый возьмем, что у нас лежит. Замечательно. Посмотрите, нежирный. Ну, разве это не отбивная с курицы? Внешне это точно отбивная с курицы. Кляр абсолютно не отваливается. Посмотрите, вот кляр, вот кабачок и опять кляр. Все шикарно прожарилось. С этой стороны тоже все красивое. Ничего не горело. Хотите толще, я уже вам говорила. Это я ножом оборвала. Пробуем. А кляр еще даже, пока мясо горячее, еще даже хрустит. Очень вкусно. Видите, у меня есть рецепты и мамын сырных кляр, кабачки. Я готовила не один. Вот сегодня я приготовила так. Вот, честно говоря, взяла сыр на быструю руку. Как это вкусно! Я так хочу, чтобы вы приготовили, потому что вот я здесь взяла кабачок, и где он возле кляра, где немножко такой, знаете, как влажный, такое впечатление, что это середина беляша. Вот честно! Ну, очень вкусно! Не буду разговаривать очень долго. Я очень хочу, чтобы вы приготовили этот рецепт. Я впевнена, что он вам понравится. Делитесь рецептами в соцсетях, видео моими. Вам ничего не стоит? А мне приятно. И заходите на наш семейный канал, потому что они все знают, жизнь не кастрюль. Там у меня кастрюль абсолютно нет. Там просто видео о том, как мы живем, как у нас все происходит. Заходите. До свидания. До новых встреч. Божаю всем здоровья, мирного неба над головой. До побачения. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова